А в Северодвинске полным ходом идет подготовка к новому учебному году. На ремонт образовательных учреждений будет потрачено 43 миллиона рублей. Из них 39 миллионов выделяет городской бюджет. На фоне других городов в этом вопросе Северодвинск выглядит гораздо привлекательнее. Так, на прошлой неделе мы рассказывали о подготовке школ в Новодвинске. Там выделяется всего лишь 9 миллионов. Дело в том, что в этом году прекратила свое действие федеральная программа ремонта и модернизации школ. Деньги из Москвы на эти цели не поступают. Включиться в финансирование должно было правительство области. Но денег из областной казны выделяется недостаточно. Не все муниципалитеты способны самостоятельно справиться. Поэтому где-то выполняется лишь косметический ремонт. Северодвинск не в их числе. Антон Воробьев подробнее. Это не вредительство, а наоборот строительство. На крыше 19-й школы Северодвинска полным ходом идет ремонт. В мае на территории школы произведен ремонт ограждения. Также заменены окна на энергоэффективные в нескольких кабинетах. На данный момент производится ремонт кровли над спортивным залом школы. Также планируется установка спортивной площадки. На территории школы на Яграх есть уже свой стадион. А вот в 10-й школе на улице Комсомольска к его возведению только приступили. Изначально было сделано бетонное основание, положено на него. Потом наносится слой грунтовки. На нее уже ложится резиновая крошка, первый слой черный. Второй слой ложится уже основная красная. На нее потом наносится разметка. То, что когда-то было мусором, теперь стройматериал на школьной площадке. Не нанотехнологии, конечно, но делается спортплощадка тоже научными методами. Из покрышек изготавливается на специальных заводах. То есть старые покрышки рубятся и вот получается вот такая крошка. Для спортивных площадок, для беговых дорожек покрытие делает, для стадионов. В этом году на ремонт образовательных учреждений города Корабелов потратят 43 миллиона рублей. Финансирование общее. Из городской казны выделят 39 миллионов и еще 4 даст правительство региона. Практически каждое учреждение выполняет тот или иной вид ремонтных работ. На данный момент выполнены работы в 29 учреждениях. В 25 уже закончены. Это такие работы, как ремонт кровли, замена оконных блоков деревянных на окна из ПВХ профилей. Восстановление ограждений. Уже менее чем через месяц начнется новый учебный год. Времени мало, но рабочие уверены, что все успеют. Антон Воробьев, Сергей Земских, Новости 24, Северодвинск.